Губернатор Неницкого округа провел еженедельное заседание оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории региона. По данным Управления Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа, за последние сутки в округе зарегистрированы еще два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящее время от ковида лечатся 82 жителя Неницкого округа. Из них 10 человек находятся в стационаре, двое в тяжелом состоянии. Еще 523 человека самоизолированы на дому. Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. За последние дни прирост сохраняется. Тем не менее, мы принимаем все действенные меры для того, чтобы снять это напряжение, которое возникло в последнее время. В настоящее время на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции находится 72 человека. Все они получают бесплатные лекарства. Начиная с этой недели, амбулаторных больных обслуживает специально сформированная бригада медиков. Мы вывели отдельно бригаду, которая стала объезжать амбулаторных больных и ставить капельницы для того, чтобы течение болезни проходило более спокойно. Скажите, дало ли это свой эффект? Нет ли утяжелений амбулаторных больных? И продолжаем ли мы эту работу? В ходе заседания обсудили предложение профильного департамента и приняли решение о продлении режима ограничительных мер на территории Ненинского округа до 31 января 2021 года. Коллеги, действительно было бы правильно людям понимать, как проводить новогодние рождественские праздники, будет ли возможность куда-то вылететь, выехать. Поэтому было бы правильно ограничительные меры продлить. Если вдруг эпидемиологическая ситуация начнет меняться в лучшую сторону, естественно, мы эти ограничительные меры снимем. В ходе заседания также шла речь об обеспеченности медицинских учреждений необходимыми лекарствами, а работников здравоохранения – достаточным количеством транспорта. Здесь проблем нет.